ПЕСНЯ 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 Иже от святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, Святые, святые блаженого лечить в Митске, Святые правильные, цофи, княки, не спуске, Святых правильных богатей, святых, ибои Анны, и все святых, Помилуй и спаси нас, как область человека любит. Христос, воскресе! Христос, воскресе измеры, смерти и на смерть в любых день, Исущий дорогей живут в μας. ПЕСНЯ 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 Евангелие. Они принесли нам свет евангельского учения и святость жизни христианской. Эти два очень важных значения – свет Евангелия и святость жизни – на протяжении многих столетий являлись корнем, фундаментом, стержнем и основанием наших предков. Если хотите, свет Евангелия и святость жизни – это было главным в нашем народе. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий принесли нашему народу язык, алфавит и открыли возможность нашим предкам через свет Евангелия и святость жизни проникнуть духом и жизнью в Царство Божие. Они положили основание нашей культуре, языку и цивилизации в целом. И совершенно не случайно мы вспоминаем сегодня первого книга-печатника Франциска Скорины, который во святом крещении был наименован Георгием. Георгий Скорина. Но в те далекие времена жизнь была настолько сложной, что он принял этот псевдоним «Франциск» для того, чтобы получить образование, для того, чтобы иметь возможность нашему народу открыть новую страницу в просвещении. И обратите внимание, он не какой-то научный труд напечатал, как первую книгу, а русскую Библию. Он прекрасно знал жизнь наших просветителей Кирилла и Мефодия. И понимал, как и они понимали, что самое главное в жизни человека на земле – это возможность познать Бога, прикоснуться к тем духовно-нравственным ценностям, которые принес на землю Спаситель мира Христос. И самой главной книгой жизни человека является Священное Писание, Библия. Она открывает человеку глубину познания Бога и глубину миропознания. И мы сегодня памятуем знаменательную дату – 500-летие со дня издания первого печатного книги Библии русские. Так она именуется в заглавии этого Священного Писания. И мы сегодня в память о том, как когда-то святые равноапостольные Кирилл и Мефодий пришли на нашу славянскую благословенную землю и принесли нам свет Евангелия и образ святости жизни человека на земле. Мы с вами совершили сейчас крестный ход. Мы обращаемся сегодня к святым равноапостольным Кириллу и Мефодию и просим, чтобы они, которые заложили основания нашей жизни, жизни духовной, жизни святой, жизни христианской, чтобы они помогали всем нам на нашем жизненном пути. А мы будем делать все возможное, чтобы сохранить память о наших просветителях, чтобы свет Евангелия, учение Святой Православной Церкви, которая в те далекие времена объединяла людей, чтобы и мы, глядя на наших первых просветителей, книга-печатника, чтобы мы объединялись в единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, чтобы мы научились носить тяготы друг друга, помогать друг другу, чтобы исполнить закон Христов. И сегодня, памятая о наших просветителях, мы молимся, чтобы Господь сохранил в мире, в благочестии, в чистоте Отечество наше, народ наш благочестивый, чтобы мы в союзе мира и единомыслия созидали нашу жизнь на благословенной белорусской земле. И пусть Господь по молитвам святых равноапостольных Кирилла и Мефодия помогают нам на нашем жизненном пути. А та идея, которую принесли нам равноапостольные Кирилла и Мефодия, свет Евангелия и святость жизни, которая была действительно единением всего нашего народа. Если хотите, это была национальная идея наших предыдущих поколений, чтобы эта национальная идея, свет евангельского учения, святость жизни сохранялась в нашем благочестивом народе и передавалась из поколения в поколение. И помнить мы должны всегда призыв нашей Святой Церкви. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение во веки веков. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...